Добрый вечер на ТНВ новости в субботу в студии Альбина Солгораева и вот о чем расскажем прямо сейчас. Грозит ли поводок поселку Салмычи? Видно вот где-то вот получается метра два вот по берегу уже была вода вчера. Как пытаются спасти свои береговые зоны и участки Альбина Минебаева. Где-то уборка классическая, а где-то даже верхом на велосипеде. И покататься, и поубираться, и все сразу. Как в Татарстане прошли городские субботники в сюжете Сергея Хайдарова. Управление 2.0. Сумма свыше именно в Татарстане миллиона рублей. Надеюсь. В Казани работники самоуправления Татарстана получили сертификат на новые компьютеры. Как это поможет в их работе, узнал Рамин Шайдулян. Дороги перекрываются, на озеро идут утята. Мальчик несет маму утку через дорогу к озеру, и за ней идут маленькие утята. О новой скульптуре в Казани в преддверии чемпионата мира. Слава Кухмадулян. Для тысячи домов в республике время обернется вспять. Министр строительства поручил включить бывшие аварийные многоэтажки в программу капремонта. Об этом речь зашла на субботнем совещании в Доме правительства с участием Рустама Миниханова. Обсудили и ход санитарной очистки, и пассивных работ. Об акцентах Альбина Минибаева. Никаких у нас трещин, ни в стенах, ни в потолках полностью отсутствует. Этот дом в поселке Васильево на пути к выходу из статуса аварийности. Окончательный вердикт за Фемиды Верховного Суда. Сейчас в пятиэтажке прошла две экспертизы. Есть две экспертизы. Обе они говорят о том, что дом не аварийный. Поэтому мы ждем положительное решение. А вот больше тысячи аварийных домов в республике уже с приставкой «Экс». Теперь вместо сноса их ждет капитальный ремонт. Сегодня глава Минстроя Ирик Файзуллин отметил, дома нужно привести в порядок. Я уже напоминал, должны быть включены все многоквартирные дома, которые были в аварийности и вернулись у нас в обратную сторону. Это почти 200 тысяч квадратных метров жилья. Более тысячи домов. Люди должны платить за капитальный ремонт. Эти объекты. Возможно, в рамках текущего ремонта уже какие-то действия по ним мы должны произвести. Кроме того, порядка тысячи домов в этом году ждет капремонт. Но оперативнее всего придется привести в порядок улицы, парки, береговые зоны. Экологи уже выявили 470 свалок. 70% ликвидировано. Президент поручил не идти на уступки. Если мы сейчас не уберемся, это все так и останется. Поэтому максимально требовательно наказывать там, где понимания нет. Не менее актуальный вопрос. Спасивная компания, министр сельского хозяйства сообщил, придется потратить больше денег. Банками выданы кредиты на 9,8 миллиардов рублей. А порядка 2 миллиардов это деньги республики по новой программе. Поэтому прошу руководителей сельхозформирования, подключиться и глав муниципальных районов для контроля, ускорить освоение предусмотренных вам этих средств. Иначе в июне месяце они будут направлены на поддержку других направлений АПК. Сейчас освоено 36% этих средств на господдержку. Могут рассчитывать агрокомпании, у которых нет задолженности по налогам. В новой школе жилого комплекса Салават Купере уже сформированы 25 классов. Она должна открыться 1 сентября. С ходом работы ознакомился мэр Казани Ильсур Медшин, объект высокой степени готовности. Построен бассейн, оформлены учебные классы, завершается строительство школьного ресторана, подрядчик закупает мебель. Учебное заведение станет центром учебной, культурной и спортивной жизни всего микрорайона. Поэтому актовые спортивные залы строят с учетом проведения крупных мероприятий. А на территории школы будут площадки для занятий спортом и активным отдыхом для всех горожан. И сегодня в Минстрое сообщили готовый проект новой школы для микрорайона Соловьиной Рощи. Он типовой. По нему построены 180-я и 181-я школы Казани. Учебное заведение будет рассчитано на 1224 места. Напомним ранее, жители комплекса неоднократно просили власти начать строительство школы. И такое решение было принято буквально две недели назад. Компания «Застройщик» выполнила свои обязательства по строительству жилого комплекса в полном объеме, разработав при этом проект планировки и межевания территории, предусматривающий строительство жилья, паркингов, детского сада, а также школы. Уровень воды спал, но угроза потопления все же остается. Река Нокса в Салмачах пока выше своего положенного уровня. Накануне часть берега была полностью в воде. Ежегодно потапливаются дома на улицах Атнинская, Камышлы, Пестричинская. На мосту, где установлены трубы, пропускающие талую воду, сейчас дежурят работники дорожной организации и сами жители поселка. Где-то, получается, метра два по берегу уже была вода вчера. У нас есть так называемая дамба, это наложенные трубы. Сейчас она просто проблематична в том, что не справляется с потоком воды, поэтому уровень воды здесь поднимается. В 5-6 часов меняются люди здесь. Дневная, ночная смена. Экскаватор у нас тут дежурил три ночи подряд, когда пик был. Перчатки, грабли и мешки для мусора с такими атрибутами в руках сегодня начали день тысячи татарстанцев. Они вышли на улицы, набережные и в парке республики. Субботник поддержали велолюбители Казани. Как за один день республика преобразилась, увидел Сергей Хайдаров. Десятки человек на велосипедах оказались этим солнечным утром в самом сердце Казани. Под стенами Кремля стартовал не веломарафон, а субботник. Кому-то настроение поднимает погода, а некоторым музыка. Эта колонна должна проехать 5 километров до места уборки. Оказавшись на набережной, велолюбители берутся за мусорные мешки. Илья и Тимур Зеленихины говорят, что сегодня убили двух зайцев. Сегодня открытие велосезона в Казани. Велосипедисты, ну, наверное, многие уже начали кататься, но сегодня такое официальное открытие. И второе, это субботники по городу, поэтому мы решили совместить. Кроме велолюбителей, сегодня на субботник вышли добровольцы, участники общественных организаций нашего города. Объединив свои усилия, они встретились в парках и скверах, где убирают зоны, которые остаются вне видимости человека. Мусора после долгой зимы здесь собралось достаточно большое количество, поэтому работы у ребят немало. Бутылки, стекла, обертки от продуктов и сухие листья. Сегодня это главные враги эко-десанта. Метр за метром они прочесывают территорию парка. Очень правильно, что нужно проводить субботник пораньше, тем более, что у нас ожидается большое событие в Казани, да, чемпионат мира по футболу. У меня отличное настроение, я пришла на субботник, чтобы помочь ребятам. А это уже Альметьевск. В этом году нефтяная столица пошла на эксперимент. Здесь впервые применили раздельный сбор мусора. На улице вышли 20 тысяч человек. Им в помощь 500 единиц техники. Все чистят, все моют, кто внутри, кто снаружи. Потому что город должен быть чистым. Это наш город. Примерно такого же лозунга придерживаются и в Автограде. Здесь на уборку вышли сотрудники почти 500 предприятий города. Давай, давай, подтягивай, подтягивай. Вот, молодец. Резидент Ургалиева решила сегодня взять с собой помощника. Для ее сына это дебютный субботник. Вместе облагораживать город и легче, и веселее. После субботника приходишь домой, начинаешь второй субботник. Второй дыхание даже открывается. Про уборку в доме не забыли и в нашей компании. Для сотрудников ТНВ утро началось не с камеры и микрофона, а с ведра и швабры. Городские субботники подошли к концу, а общереспубликанский запланирован на следующую неделю. Сергей Хайдаров, Фуат Гасин, Ишат Аюпов, Булат Шефигулин, Александр Лобанов. ТНВ, Альметьевск, Набережные Челны, Казань. Лэптоп в каждое село, больше тысячи компьютеров и принтеров в этом году получат органы местного самоуправления. Такой подарок муниципалитетам сделало руководство республики ко дню местного самоуправления. Уравняет ли это скорость работы на селе и в городе? За работу для народа медаль за доблестный труд. Больше четверти века Ольга Воронова в органах местного самоуправления. Ее цели, цели тысяч коллег по республике одни и те же решения насущных дел населения. Наша работа отличается тем, что мы должны обеспечить комфортное проживание в нашем городе, в нашей республике, в нашей стране. В местном самоуправлении Татарстана больше 15 тысяч человек и условия работы априори разные, но границы между, например, администрацией в столице или сельсоветом годами стирает одинаковое оборудование. В республике успешно реализуются мероприятия по укреплению материально-технических базов органов местного самоуправления. Вот только с 2010 года выделены 1770 единиц служебного транспорта. Мы сегодня говорим о глобальных проблемах, которые требуют решения уже не только там в крупных городах, но и уже на уровне поселения. В этом году в каждое районное МСУ придет новое поколение цифры. Руководство республики вручило им сертификат на оборудование. Цена более 90 миллионов рублей. Далеко в селе, но на расстоянии клика. Сегодня здесь сделан новый шаг к цифровизации республики в ближайшие дни. Во все МСУ Татарстана доставят больше тысячи новых компьютеров и принтеров. Все одинаковые комплектации. Компьютер, принтер, ноутбук, плюс постоянная техподдержка. Поставщик, местная татарстанская компания. Везде как бы работается по разным программам. Все это нам очень даже упростит нашу работу. Нам компьютер дают бесплатно, да еще обслуживать будут. Для нас положительные. Помогут ли одни и те же средства одинаково быстро решать те же задачи, покажут итоги следующего года. Отличившихся в прошлое поощрились сегодня. Награды от президента получили 12 отличников самоуправления. Рамиль Шайдулин, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань. Итак, начался второй этап конкурса Айдана ТНВ. Он даст возможность получить грант на обучение в КФУ за счет нашей телекомпании. Претендует уже больше 40 человек. Одна работа из Омска, остальные из районов республики. Сейчас жюри начинает отсмотр эссе. А до 26 апреля участникам нужно снять двухминутную самопрезентацию. Как это сделать, объяснит в деталях Салават Мухаммадуллин. Цвет, камера, мотор. Айгой, ну я, конечно, все понимаю, но у школьников нет такого оборудования. И что ты предлагаешь? Ну вот у тебя же есть телефон. Вот держи его и вставай вот здесь вот и снимай меня. Александр, можно вас тоже попросить? Пожалуйста. Вот держите телефон и, пожалуйста, снимайте меня вот с этой точки на телефон. Спасибо. Ну а мы в свою очередь встаем перед камерами и рассказываем о себе. А смонтировать двухминутный ролик можно прямо на телефоне. Главное в кадре эмоциональность и полнота информации. Тем, у кого есть камеры, можно и нужно креативничать. Дополнительные баллы участникам даст и оригинальность идеи подачи самопрезентации. Если вы все привыкли делать самостоятельно, то можно воспользоваться селфи-палкой, например, прогуливаясь по любимым местам. Главное в этом деле не забывать о качестве звука. Вас должно быть хорошо слышно и, конечно, интересно слушать. Творчество не ограничено. Свои идеи предлагают и уже действующие студенты высшей школы журналистики. Если бы я сейчас снимала эту самопрезентацию, я бы сделала что-нибудь наглядное. Может, на каком-то плакате какие-нибудь свои фишки придумывала и передвигалась по ходу дела. Я бы в стиле Риотов ТВ подходил к каким-то незнакомым людям, тем более я в Иострое живу. Подходил бы, показывал свои средства устойчивость, ну и проявлял бы свою харизму. Ко второму туру конкурса на грант на обучение в КФУ за счет нашего телеканала допущены все участники первого тура. Видеоматериалы должны быть в формате МП4. До 26 апреля ссылку на ролик с самопрезентацией необходимо прислать на электронный адрес, который вы видите сейчас на экране. Будь в кадре вместе с ТНВ. Салават Мухмадуллин, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Этот год компания «Транснефть» объявила годом энергосбережения. В акционерном обществе планируется экономить более 6000 кВт-часов электроэнергии. Что уже сделано в казанском филиале и какие мероприятия предстоят, об этом далее. Образцом внедрения энергоэффективных технологий стала продуктоперекачивающая станция Кавали-1. Здесь применены частотно регулируемые приводы для электродвигателей магистральных насосов. Автоматическое включение и отключение наружного освещения фотореле. Установлено автоматическое регулирование приточного воздуха. Экономить энергоресурсы позволит и новое оборудование. На линейной производственно-диспетчерской станции Лазарева заменят три электродвигателя. Экономический эффект составит почти 28 тысяч киловатт или более 80 тысяч рублей в год. Светильники заменят на более экономичные светодиодные. А для экономии котельно-печного топлива на станциях установят радиаторные термостатические регуляторы. На НПС Тивененговатова мы произвели замену магистрального высоковольтного электродвигателя с более высоким КПД. Это нам позволит сэкономить в среднем 70 киловатт. В этом году акционерное общество Тарангнец Прикамня приняло участие в акции «Час земли». Сегодня предприятие обеспечивает работу около 6 тысяч километров магистральных нефтепроводов. Производственные объекты расположены на территории 11 российских регионов. В год энергосбережения общество сэкономит более 6 тысяч киловатт-часов электроэнергии. В денежном выражении это экономия топливно-энергетических ресурсов почти на 23 миллиона рублей. Анна Гранова, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Семь раз отмерь, один женись. Россияне смогут подать заявление в ЗАГС за год до самой регистрации. По крайней мере, такой законопроект подготовило Министерство связи страны. Сейчас браки регистрируют по истечению месяца после подачи заявления. Нововведение же даст жениху и невесте возможность выбрать дату свадьбы в диапазоне от месяца до года. По мнению его авторов, это поможет снять загруженность ЗАГСа в популярные для свадеб дни и даже позволит избежать коррупции в сфере. Мы спросили, что думают об этой инициативе казанцы. Все зависит от планов, наверное, на свадьбу. Кто-то планирует заранее, кто-то, например, спонтанно хочет. Мне кажется, это правильное решение, потому что молодые люди должны осознать полностью, готовы ли они поступать в отношения, в брак. За год уже разбегутся все люди. Конечно, месяца много, подали заявление, тут же расписали, что думать-то. Сейчас молодежь не очень понятна. То есть они могут жениться, на следующий день развестись. Поэтому за год планировать тоже сложно сказать. Кто подает за месяц, они тоже обычно продумывают красивую дату. Поэтому успевают все сделать. Слишком много. Народ может передумать, молодежь. Но самое большое – 3-4 месяца. Ничего такого плохого не видим. За год подготовиться к свадьбе хорошенько. Подготовиться, поднакопить. В дни чемпионата мира Казань готова удивить гостей не только обновленными дорогами, современным стадионом и парком болельщиков. У Черного озера на днях появилась скульптура мальчика с символикой Мундиали. Композиция называется «На озеро». Почему герой с уткой на руках, а по его пятам идут птенцы? Слават Мухаммадуллин о бронзовой истории. Скульптура называется «На озеро», где красивый, пусть будет татарско-русский мальчик, несет маму утку через дорогу к озеру. Этой реальной истории уже три года. Именно тогда и появились эти милые утята, что сейчас увековечено в бронзе вместе с мамой и уткой. Увидев птенцов, местный охранник решил помочь перевезти их на пруд Черного озера. Утром просыпается охранник этой стройки и видит, что вылупились утята, и утка с утятами действительно идет в сторону Черного озера. И, соответственно, охранник вышел, перегородил дорогу и провел вот эту утиную семью. Теперь это милое семейство здесь навека, как символ доброты и отзывчивости. В отличие от мелких утят, весит статуя больше сотни килограммов. Отливали ее в бронзе в Екатеринбурге. Автор скульптуры – казанец Фанил Валиуллин. Он, кстати, и подал идею, что на футболке мальчика должна быть символика чемпионата мира. Чтобы не было там, типа, вот там скульптуры и год выпуска, ну, год изготовки. А просто, что вот именно в этот год. Авторы скульптуры уже придумали легенду. Согласно ей, если потереть хвостик самого маленького из утят, то вас ждет большая удача. Ну, а мы, пожалуй, испытывать фортуну не будем и погладим всех птенцов. Это очень милая скульптура. И она все добрая, вечная. Ведь хочется иногда быть такими же добрыми, наивными, как дети. Скоро приедут туристы, будут фотографироваться, будут радоваться таким вот мелочам. Наш город, он состоит из таких деталей. И каждая из этих деталей, она прекрасна. Все вместе – наш большой, красивый, любимый город Казань. Сейчас в планах у авторов сделать памятную табличку, где и расскажут эту добрую, мутиную историю. Слова Тухмадолин, Марат Сейдгараев, ТНВ, Казань. От блокировки телеграмм до первого сториз президента. Сейчас время обзора всего самого интересного в интернете за неделю. В сети с Арманом Кастаняном. Всем привет! Очередная суббота. И я уже приготовил для вас очередную порцию свежих новостей, картинок и забавных видюшек. Красивое утро в Казани. Как запаковывают машины, которые ты заказал с Алиэкспресс. И о многом другом сегодня. Так что, если вы готовы, давайте начнем. Меня очень часто спрашивают, ну что, Арман, ну что там в интернете-то популярного? А я отвечаю, интернет-то скоро закроют. Ну да, а что вы удивляетесь? Все началось с телеграмма. Уверен, что уже все в курсе того, что его пытаются заблокировать. Подчеркну, пытаются. Но все пока безуспешно. На какой бы ресурс вы ни зашли, везде только это и обсуждается. Пользователи уже запилили большое количество мемасиков. Также сравнили данную ситуацию с мультфильмом «Ну погоди», где Волк выступает в роли Роскомнадзора. Хорошая новость. Я бы даже сказал приятная. Все же любят чипсы. Так вот, наконец-то вышел новый лейс со вкусом беляша. Но его можно увидеть только на видео. Ребята, это фейк. Точнее, фейкью. Именно так называется канал, где вышел этот ролик. В котором появились такие вот чипсы. Но ребятам удалось сбалапутить часть города. Потому что уже многие написали мне, а где можно купить такие чипсы. Повторюсь, ребята, таких чипсов нет. Но думаю, что каждый из вас может их сделать. Уверен, это будет шедевр кулинарии. А теперь поговорим о том, кто действительно бы оценил чипсы со вкусом беляша. Наша традиционная рубрика в сети с президентом. Ну что? Ну что же там в инстаграме у нашего президента? На выходных он со своим сыном был на рыбалке. Причем, судя по фото, хороший улов. Но все уже тает. Поэтому я был бы немножечко осторожнее. Конечно же, 40 тысяч фотографий площади свободы. Ладно, немножко преувеличил. Три фотографии. Также фото Сины Канделаки, которая в четверг была в Казани. Именно вместе с ней Рустам Меньханов выложил свои первые сторис в инстаграм. Рустам Нургалич, поздравляю вас. Теперь первые сторис вам делаем. Как вам этот формат? Будете вести? Да, мы обязательно будем вести. Ну все супер. Тогда, уважаемые подписчики Рустам Нургалича, поздравляю. Теперь вас ждут сторис. Смотрите. Мне, конечно, казалось, что президент уже и до этого выкладывал сторис. Ну ладно, пусть это будет первый официальный сторис. Вот вы все жалуетесь, что у нас в Казани потоп, воды много не проехать и так далее. Ребята, посмотрите, что творится в Башкирии. Машины вообще все превратились в подводные лодки. Поэтому, друзья, не нервничаем, ждем, когда все высохнет. Ну или ждем, когда сделают хорошие ливневки. Пишут пользователи в сети. Если в Башкирии потоп, то в Чистополе Африка. Нет, не потому, что там жарко, а все потому, что там экзотические животные. Там нашли крокодила. Крокодила, Карл, откуда он там вообще взялся? Судя по состоянию, он уже, конечно, не живой. Но мысль о том, откуда он взялся, пользователей до сих пор не покидает. Давно мы уже не делали топ-мемов. Итак, топ-мемов. На третьем месте мем, почему Гагарина отправили в космос именно в день космонавтики. Ну и мне кажется, только этот человек мог задать этот вопрос. Вторую строчку занимает Дмитрий Дюжев в Клевере. Ну, это было действительно очень странно и забавно. Если вы не посмотрели это видео, то обязательно посмотрите. И на первом месте собака в капюшоне. Сначала эта собачка появилась ВКонтакте, а теперь уже по всем соцсетям прошла. Это своего рода символ цифрового сопротивления, в режиме которого сейчас находится, кстати, Телеграм. И напоследок топ-тем, которыми больше всего интересовались татарстанцы на этой неделе в Яндексе. Первое место – ВПР. Нет, нет, не VPN, о котором все могли сейчас подумать. А ВПР – всероссийская проверочная работа. Это сразу говорит о том, что много школьников сидит в интернете. Вторая строчка – Акбарс ЦСКА. Ребята, давайте пожелаем им удачи. Ждем пятого матча. Также в топе Телеграм. Ну, куда уж без него. На этом сегодня все. Пишите, присылайте свои новости, видео, различные картинки, фотографии. Короче говоря, будьте в сети. Пока! А далее в выпуске прогноз погоды. Я же не прощаюсь. Увидимся в 21.30. Аптека «Фармленд» рядом с вами. Заботится о вас сейчас, как и всегда. Меняется и развивается. Преодолевает расстояние, чтобы стать ближе. Создает уют, комфорт и отличное настроение. Заботится о вашем здоровье и красоте, чтобы вы чувствовали себя хорошо. 20 лет аптеке «Фармленд» рядом с вами. «Фармленд» – это не просто аптека. «Фармленд» – это… Дуб, друзья! Федеральная аптечная сеть «Фармленд». 20 лет заботы и доверия. Искать дальше – себе дороже. Если не «Сан», то в марке. В апреле два ТО в подарок. Телефон в Казани. Четыре пятерки, три единицы. Конкурс «Мини-Миста Торстан-2018». Кастинг 22 апреля в торговом центре «Мега». Приглашаем девочек от 5 до 12 лет с творческим номером. Телефон 29 555 49. Возрастное ограничение 0+. Ищешь автомобиль? Автоцентр «Марка» отдает японский «Датсун» за «ТАК». Узнай подробности по телефону. Четыре пятерки, три семерки. Четырёх водителей на ХХРУ нашёл. Последняя машина, как тебя ждала. Завтра в рейс выйдешь. Вот уже внесла первый взнос за кредит. Я же нашла работу на ХХРУ. Могу себе позволить. Мне пришла подборка вакансий, и я выбрал эту. ХХРУ. Работа найдётся для каждого. В клинике «Медел» уникальное лечение болей в спине и межпозвоночной грыжи. В клинике «Медел» уникальное лечение болей в спине и межпозвоночной грыжи. 1 июня. Приглашаем на волшебное летнее шоу «Ёлка-2» в Корстон. Подробности 279 30 79. Без возрастных ограничений. Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Ты имеешь в виду? Фасадные панели, водостойки, дренаж, конфетка. «Альтопрофиль». Сделаем идеальный фасад для вашего дома. «Евер Молтенчо. Апрель. Пирамида. Булвар радиоса концерта». Здравствуйте! В воскресный день в Татарстане будет облачно и дождливо. Подробнее после полезная информация. Вам нужен шкаф-купе. Качественный, недорогой, по вашим размерам. «Данил Мастер» исполнит ваши желания. Успейте заказать со скидкой 20%. «Данил Мастер». Город Казань. Улица Восстания, 23. Телефон 2. 167 166. По данным сервиса «Яндекс.Погода» на юго-востоке в Бугульме, Бавлы, Азнакаево. Пройдут дожди и около 6 градусов выше нуля. На северо-востоке в Нижнекамске, набережных Челнах, Елабуге также пасмурно и дождливо плюс 5. На севере республики Менделинский, Агрызи, Менделеевске облачная погода с прояснениями. Местами дождь плюс 5, плюс 7. На северо-западе республики Варске в Кубмаре-Балтасе пройдут дожди и до 5 градусов выше нуля. На юго-западе в Болгаре, Буинске, Држаном до 8 градусов тепла. Синоптики также обещают дождь. В центральных районах, в Чистополе, Альметьевске, Мамадыши пасмурная погода. Временами дождь и до 6 градусов выше нуля. В последующие дни температуры станут еще ниже. Местами пройдет снег. В Казани переменная облачность. Временами пройдет дождь. Температура воздуха днем плюс 7, плюс 9. Ветер юго-западный до 6 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы. И завтра составит 733 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 80%. Магнитное поле земли спокойное. О погоде все. В студии была Лавила Латыпова. Хороших выходных в Кургубльских. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова